всем здравствуйте приветствую вас на своем канале хочу сегодня сделать один из последних раскладов там осталось еще два кроме сегодняшнего который предложила татьяна называется он я в город изумрудный иду дорогой а пути к собственному сердцу вернула камешки в той позиции которые они были прежние до голубой красный зеленый 1 2 3 позиция и расклад буду делать на колоде таро привидений эпическое таро и колода идти не знаю такое колода эти выбрала по энергетике потому что вот они какие-то меланхоличные и вот почему-то у меня ассоциация сегодня такая состоянием сердца достаточно меланхоличное ну хорошо посмотрим вступление я делать не буду это уже кадр там я не знаю какой 150 какой-то поэтому давайте сразу мы переступим к раскладу это оппозиция номер один первый вопрос насколько ваше сердце открыто насколько ваше сердце открыто мы говорим всегда таро это всегда в разрезе момента здесь и сейчас то есть вот когда вы смотрите если вы посмотрите через два-три дня пересмотрите это уже будет другое состояние и энергия может быть другой поэтому помните всегда никогда не на будущее не не в прошлое вот именно момент здесь и сейчас насколько ваше сердце открыто король кубков да открыто открыто но не знаете есть какая-то такая вот здесь даже не меланхолия и грусть воспоминания прошлого а здесь а давление и влияние прошлого на ваше нынешнее состояние ощущение того что вот прошлый опыт именно эмоциональной когда вы были как-то вот наполнены здесь ваше сердце она знаете как-то вот окрашена некой такой зрелостью что ли здесь энергия воды она не не ощущается как водопад такая знаете вот что такое мощное освежающее нет а здесь вот какая-то знаете тихая где-то вроде бы как будто бы звучит как ручеек такой вот звонкий но очень-очень гармонично в контексте природы поэтому открыто ли ваше сердце да очень мудро скажем нет по-другому скажу она стала мудрым она стала знаете вот какой-то каким наполнено каким-то состоянием тишины да но эта тишина не мертвая она живая эта тишина которая одновременно содержит в себе очень много много звуков и и здесь тишина наполненное знанием наполнено опытом вот ваше сердце она стала большим она стала всеобъемлющим и она стала более принимающим понимающим но при этом вот то что сейчас ощущается это формирование вашего какого-то прошлого опыта такого продолжительного глубокого что повлияло на момент здесь и сейчас и ощущение воды знаете вот как некий такой океан он с одной стороны и визуально безграничный а с другой стороны все равно есть какое-то ограничение и вот ваше сердце да она имеет это ограничение но при этом вот она она содержит знаете вот как будто бы способна проживать абсолютно всю гамму эмоции но влияние прошлого какого-то опыта да здесь она очень ярко проходит насколько ваше сердце открыто смотрите выпадают прям подряд два короля король кубков и король мечей насколько она открыта открыто но открыто при условии того что и я не могу сказать что она управляется нашим разумом но она фильтруется да то есть она не живет уже само по себе и а вот хочется сказать как то вот под опекой под защитой вашего разума то есть вы уже не впускаетесь как там пляшку эмоций а вот как будто бы вальсируете либо танцуете танго с партнером в данном случае с разумом который вас ведет да то есть да безусловно вы ощущаете вы проживаете этот танец вам это нравится но он уже в некой степени такой знаете в безопасности потому что присутствует это вот ощущение того что партнер вас ведет да и вот это вот ваше доверие да я ему доверяюсь и да я проживаю этот танец но я проживаю его еще дополнительно в безопасности то есть вот эти дикие танцы вокруг огня они уже не ваши здесь вот ощущается некое такое партнерство да чувство такое что у вас доверие появилось доверие может быть появилась к себе что ли больше вы как-то по-другому стали относиться к себе насколько ваше сердце открыто семерка кубков да конечно она открыта она открыта к чему-то новому к чему-то красивому к фантазиям к мечтаниям хочется сказать знаете к любви она открыта но здесь не к чему-то такому конкретному да то есть здесь не в контексте человека здесь хочется сказать что ваше сердце открыто к счастью вот что ты хочешь от жизни не не материального блага да не партнера не детей а именно внутренне у какого-то состояния наполненности счастье да вот это вот фоновая такая радость от проживания момента и вот ваше сердце открыто к этому давайте я еще посмотрю и на этой колоде насколько сердце ваше открыто хотя можно и без карт посмотреть но давайте рассмотрим насколько она открыта открыто выпала пятерка кубков в эпическом таро я вам покажу картинки может быть у вас тоже информация какая-то пойдет а именно вот эта вот карта она говорит о том что то ли сейчас нет скорее всего по ощущениям в прошлом но не в далеком прошлом был у вас период лишения чего-то и смысл этой карты заключается в том что не нужно наполнять себя какими-то какими-то замещениями сейчас я поясню здесь просто информация за таким образом знаете вот когда появляется в жизни пустота возможно от утраты да от потери от нереализованных каких-то ожиданий мечт желаний и вот появляется вот это вот дыра которая здесь как раз-таки изображена и у нас ну это неприятное ощущение такое достаточно болезненное и возникает знаете вот желание хочу избавиться иногда в комментариях вы в этом пишите а как мне избавиться там на чего-то такого неприятного до каких-то эмоций от боли либо еще от чего-то и так вот эта карта говорит о том что не нужно вам избавляться от этой боли почему ее нужно обязательно прожить она поможет вам в дальнейшем в дальнейшем не то чтобы избежать а более мудро делать выбор то есть в данном случае пятерка кубков говорит о том что не нужно покрывать свои какие-то потребности суррогатом ищите то что вам нужно то есть если вам нужно лучше ищите это лучше не бойтесь оставаться либо согласно соглашаться на нечто меньшее то есть если у вас есть ощущение того что я вы достойны чего-то большего ищите это больше не не бойтесь того что уйдет на это время и возможно вы никогда не найдете а потому что потому что важен не результат а важен в данном случае сам процесс поиска потому что он вас обогащает если вы из состояния страха будете выбирать нечто меньшее лишая себя вы все равно не сможете раскрыться так или иначе вы этим состоянием придет конечные ну конечная точка так или иначе да если это отношение вы все равно уйдете от этого человека поэтому здесь вопрос на сколько сердце открыто у меня ощущение того что вот именно вот этот момент сейчас вы для себя прояснили и сказали что нет я на нечто меньшее не согласен либо не согласна я хочу получить то во что я верю да и это вот у каждого то во что вы верите и она свое то есть свое наилучшее свое идеальное своя утопия здесь про это насколько открыто двойка жеслов двойка жеслов здесь показывает человека который стоит перед книгой да и очень долго думает размышляет она говорит о том что еще конкретно вы не определили для себя что будет это лучшее да вот для вас до безусловного открыты но вот куда направить свое внимание вы еще не знаете ну допустим хочу ли я серьезных отношений либо я хочу брака либо я хочу жить самостоятельно в одиночестве для себя то есть вот здесь вы понимаете что вы хотите уже ну готовы к чему-то новому но что именно для себя вы еще конкретно не определились вы находитесь в процессе выбора единственный сразу совет по этой карты говорит не задумывайся долго иди быстрее да то есть ну ты решение сможешь принять в процессе в процессе ты сможешь изменить если тебе что-то не понравится то есть прими решение любое решение и начни действовать не в процессе ты скорректируешь и поймешь что тебе нужно или нет то есть твое принято решение сейчас от и не означает что в процессе ты должен ему соответствовать и в любое время можешь изменить принятое тобой решение потому что раздумывая долго в данном случае здесь главный персонаж думает какой жанр до книги ему написать ты в конечном итоге никогда не возьмешься за то чтобы писать книгу про это хорошо слышите ли вы свое сердце да вы слышите свое сердце вы четко понимаете и знаете вот ваше сердце оно действительно такое всеобъемлющее любящая по отношению к вам вот вопрос же звучал слышите ли вы его а не кто-то другой и вот ваше отношение к сердцу да вы его любите да вы бережно к нему относитесь но иногда знаете вот то ли включается какая-то логика у вас то ли что-то происходит когда вы просто знаете говорите своему так сердцу ну потерпи да вот как будто бы в сторонку его отводитесь в угол в какой-то не наказывайте нет а просто знаете вот отводите ну ну потерпи ты же понимаешь что вот ну вот ситуация такая да ну что по-другому нет вот как с маленьким ребенком и сердце ждет она вам верит она вам доверяет на то есть здесь такая вот очень трепетное такое отношение с пониманием да то есть вы как будто бы ждете от своего сердца понимания каких-то вещей которые с вами происходит то есть вы можете к примеру как-то вот неприятно к себе относиться там мучить себя как-то да и и и самостоятельно причем создаваете ситуации неприятной мне вот достаточно болезненные и потом говорить своему сердцу ну ну потерпи это вот просто вот та ситуация такая да все исправится и она вам верит и почему потому что она вас любит и но зачем зачем вы создаете эти болезненные ситуации почему вы не выбираете более такой приятный путь счастливые ведь вы хотите счастье вот здесь вот вопрос к вам еще раз прошу слышу ли я свое сердце так перевернутый аркан выпал провал ожиданий провал ожиданий слышите ли вы свое сердце знаете вы слышите еще раз повторюсь и скажу да что слышите но обращаете внимание вот так скажу а в те моменты когда вам больно тогда вы только начинаете как будто вы получаете внутреннее подтверждение своим размышлением и говорите что да так оно и было да ну то есть я я это видел ты мне это говорила да то есть самое не неприятное наверное в любых отношениях человеческих когда кто-то нам что-то говорит а мы не прислушиваемся по собственным каких-то пониманием соображениям к совету другого человека и когда потом случается то о чем нам говорил человек нам очень не хочется чтобы он тыкал на спать и мы говорим вот я же тебе говорил вот вот это это очень неприятно и вот в данном случае вы как раз таки вот вашем взаимодействии со своим сердцем вот вы на него как будто вы смотрите и чувствуете вину а потому что вот это вот ощущение того что как будто бы сердце вам говорит то есть это вы так видите да что вам сердце что ну вот я же тебе говорят учет почему-то меня не послушал до в очередной раз но здесь вот такого нет здесь есть молчание грабовая тишина вашего сердца не потому что она не хочет с вами разговаривать а потому что у него есть всеобъемлющая любовь и понимание того почему вы так поступаете это знаете вот как коротите который смотрит на своего ребенка до который в грязи извалялся и ну ну он понимает что ну блин ну что сделаешь ну ребенок хотелось ему да то есть я это понимаю а ребенок смотрит на своего родителя как будто бы ожидает какого-то вот сейчас осуждения наказания а этого не следует почему да потому что ребенок родители тоже когда-то был ребенком и он помнит вот здесь вот такое вот какое-то ощущение да в провале ожидания когда вы находитесь вот в каком-то шоковом состоянии да а а что теперь а как мне поступить когда возможно вы удивляетесь от своих собственных проделок да то есть ну блин как же я докатился как говорится до такой жизни как как я смог так поступить да вот тогда ваше сердце начинает как-то вот ярко вы его слышите что ли она всегда с вами разговаривает но где-то вы контролируете это громкость где-то ярче где-то тише и наоборот ставите и вот в такие вот неприятные состояния ощущения вот вы почему-то свое сердце слушает слышите что она хочет вам сказать но вы этого не слышите то есть что она хочет вам сказать эти хочет она вам сказать просто чтобы вы знали что независимо от того что вы делаете как вы к нему относитесь что вы проживаете она вас действительно любит почему вот здесь вот найти такое чувство что как будто бы она хочет вас успокоить и придать вот какую-то уверенность либо подарить какую-то надежду на то что вот опять таки скажу как любящий родитель который говорит все будет хорошо вы знаете когда вас обнимает гордо ладно ну успокойся все будет хорошо вот вот точно поверь даже если такого не будет вот это вот сама поддержка вот здесь вот это вот она хотела бы вам и сказать что вот вы как будто бы не одиноки да она она всегда с пониманием к вам относится и она у вас поддержит в любой момент то есть знаете это вот как такое ощущение что вы в каких-то моментах мне просто показывает картину как будто бы ваше сердце она заковано в какие-то кандалы где-то вот находится в какой-то темнице и вот когда жертва смотрит на своего насильника с с любовью да и здесь не не мазохизм нет а здесь вот такое знаете как это вселенская я я говорю о масштабах потому что я их чувствую понимание что да да я я понимаю да то есть ну вот надо было допустим кого-то наказать или чего-то лишиться и ты выбрал наименьшее зло и вот это вот наименьшее зло это я то есть я не обижу на тебя я не веню тебя я я тебя понимаю да ну то есть представьте такая вот картинка что кто-то рыдает но она действительно так то есть жертва над которым измывались над которым издевались но при этом вот это вот свет в глазах жертвы он не погаснет и знаете вот какое там блаженство благости сходит и от жертвы и сам насильный глядя в эти глаза бездонные светлые глаза глаза света вот тогда у него что-то происходит какое-то вот внутреннее исцеление так вот вот в вашем случае то что вам хочет сказать сердце это то что одну вас любит то есть она не держит зла она не осуждает она все понимает и вот от этого понимания вам лично вам становится знаете вот с одной стороны больно и вот хочется плакать но это слезы какого-то знаете осознание и очищение что вы через эти слезы вы как будто бы ну очищаетесь то есть вот это вот выражение да ну понял я понял да все ну вот честно я осознал я не буду больше так поступать с тобой и она это делает я имею ввиду сердце не делаю для того чтобы вы поступали как-то с ним или нет а ну просто действительно вас любит и вот это хотела бы вам сказать что еще она хочет вам сказать знаете слишком много у вас каких-то вот трудностей сейчас на данном пути по реализации каких-то своих идей да вот что то такое очень много ответственности что-то такое вы поняла а у вас есть желание гармонии двойка кубков выпало да для кого-то это может быть актуально создание новых каких-то партнерских отношений да с человеком и кого-то это может быть внутренняя гармония наполнения успокоения для кого-то вообще взаимодействие с миром да через доверие через любовь в прямом смысле и вот здесь она вам хочет сказать что если ты хочешь действительно построить что-то новое вот в данном случае например союз да то сбрось все лишнее да не иди в новое с грузом старого сбрось оставь его иди налегке вот как будто бы с чистого листа забудь да то есть иначе но не получится не получится потому что груз здесь такой очень сильный достаточно тяжесть ответственность ну то есть наполненный сосуд он не впустит себя ничего нового поэтому здесь вот как сразу как будто бы как и рекомендация идет а то есть если хочешь что-то новое впустить освободи для этого места что вы так тащите уже так долгое время знаете как будто бы по умеренности исцеляетесь исцеляетесь долгое время как будто ничего такого не происходит вот и ощущение того что знаете вот какой-то неуверенность недоверие на недоверие то есть я уже не верю что это вот как будто бы произойдет даже здесь не сомнение здесь как будто бы как руки опускаются очень груз ваш связан со времени вот я начинала с короля кубков и говорила что вот прошлое вас формировала так вот здесь вот речь идет как раз и об этом прошлом когда вот очень долгое время то ли вы находились каких-то отношениях да не очень приятных то есть вот ваш прошлый опыт как будто бы до долгое время длился и вы уже как будто бы привыкли вросли вот это вот состояние некой ответственности тяжести груза что но знаете вот с роднилась с вами что ли и она именно мешает тому чтобы двигаться в гармонию туда куда вы хотите вот ощущение того что здесь понимаете фишка в чем заключается здесь почему-то кажется вот тема отношения стали стала появляться раскрываться заключается в том что вот ваше отношение к людям я не имеют только партнеры а вообще на самом деле должно иметь такое более масштабное что ли восприятие понимание того как устроено мироздание то есть что я имею ввиду что вот мир он долгое время показывала вам свое не очень приятное лицо да вот какой-то вот страшилки какие-то и этот момент был вам дан для того вот это вот грусть это с десятка жезлов связан с этой тяжестью это было связано с тем что у каждой у каждого человека есть своя история и вот знаете здесь как будто бы вот ощущение какого-то прощения что-либо урок прощения должны пройти не выпало здесь тройка мечей на она мне очень вот фонит здесь энергетически как некая такая скорбь когда вам надо простить себя вы как будто бы себя наказываете за свои какие-то неудачи прошлого а то что вы их так воспринимаете на самом деле неудачи эти вам даны были как урок то есть они понимаете здесь каждого каждого человека своя история и исходя из своей истории жизни каждый человек выбирает свою модель поведения и при взаимодействии с вами вот это вот модель поведения другого человека она вас всегда ранила потому что она не соотносилась с вашими ожиданиями и урок здесь был для вас в первую очередь до что вот ну учили вас быть благодарным да то есть вам боль причиняли и в этой боли был какой-то вот очень глубокий для вас урок для того чтобы я не знаю как вам это объяснить но здесь вопрос служения вообще вопрос служения это такой достаточно духовный термин и служить по-настоящему не всем дано и не все могут и умеют у меня такое ощущение что вот вы можете только для этого вам как будто бы надо в первую очередь вот как-то вот простить себя что ли вам но очень много боли причиняли но так надо было я не могу вам описать словами почему что потому что здесь вот скорее всего будет много всего чего индивидуального но вы как будто бы являлись ну каким-то целителем для тех людей которые причиняли вам боль вот они как будто бы знаете у вас от этого урок какой был вы становились сильнее вы обретали свою внутреннюю силу свой внутренний стержень мудрость понимания человек который причинял вам боль в том числе предательства разные моменты да он как будто бы через это исцелялся вот он через вас исцелялся я не знаю как как знаете еще такие моменты если допустим человеку кто-то причинил боль и вот он держит эту обиду злость и он всю эту злость обиду вымещает на вас и делая вам больно так как ему когда-то кто-то причинил так вот через этот момент здесь какая-то вот очищение происходит да вот в этом было как-то ваше служение на тот момент ну то есть об вас как-то люди исцелялись не надо писать комментариях пожалуйста я ей когда читаю какие-то такие комментарии болезненные о том что да я была жертвой да и вот человек обменяя ноги вытирал и все такое нет вы не были жертвы так так надо было пройти ну то есть не воспринимайте себя с позиции жертвы не надо унижать себя оскорблять человек поступил так как было по контракту нужно да то есть так как ваша душа не выбрала и заключила контракт с душой этого человека поэтому если мы не видим все вещи это еще не знаете что вот как-то другие люди с нами плохо относятся вот мы жертвы я просто очень много вижу вот это вот жертвенности до в комментариях и где-то в какой-то степени устаю сама вот хорошо вот такая вот у меня была первая позиция как всегда на полчаса сужья здоровок такой полчасовой позиция номер два красный камешек давайте посмотрим насколько ваше сердце открыто чем после первой позиции так тяжело час несколько секунд переключусь то что тут утяжься она не покидает меня такое ощущение чтобы я и на вас не переносила что чувствует этот вот какой-то неприязнь там насколько ваше сердце открыт давайте посмотрим вы мои знаете вот светлячки хочется сказать да люди которые находятся в поиске да я не могу сказать что ваше сердце там открыто или закрыто вы сейчас находитесь в каком-то очень интересном интересном этапе своей жизни когда вот вы что-то для себя открываете на что-то новое чем-то чем-то интересуетесь то есть здесь не вопрос с поиска самого себя внутри как-то знаете вот уединение самокопания нет здесь что-то вы для себя такое открыли очень интересное здесь вот у меня ощущение вот как светлячок я не знаю в ночи которые свете да и вот что-то такое вы для себя открыли знаете здесь вот ощущение какого-то прорыва да какое-то движение вы вперед совершили какой-то прорыв в чем этот прорыв какой-то цель исцеление а вот здесь вот вы исцелили знаете здесь ощущение такое что вот ох вот она свобода и что я теперь буду делать и вот какие-то знаете вот идеи а вот я это могу сделать я это могу сделать и вот надо и туда съездить отдохнуть как будто бы знаете каковы спали и и гигей понеслись да то есть вот здесь сердце ваше открыто да она открыта она вообще открыто причем здесь не просто про открытие и какая-то готовность а вот то знаете вот любопытство появилась хочется сказать ваше но обычное состояние да в котором вы живете а такое вот приятное естественное ваше детское детское какое-то такое состояние вы просто поставили точку на чем-то и решили что все я готов готова идти в нечто новое причем именно новое да и знаете вот как-то переключили здесь идет как это новые какие-то впечатления да а то чего возможно вы ранее не делали не знаю может быть за занялись каким-то новым видом деятельности спортом может быть открыли знаете вот у меня здесь такое ощущение если это касательно знаний какой-то вот новые для себя науку либо раздел открыли о котором и дальше даже и не подозревали что есть да и вот вы как будто вот захлеб вот это вот новое что-то изучаете читаете вам вам это вот вы увлечены чем-то таким новым в своей жизни до ваше сердце открыто слышу ли я его конечно конечно кто если не вы так хочется сказать потому что выпала сила и женская женская сила это непосредственно имеет отношение к сердцу хочется сказать такая знаете мать мира сила земли вот да слышите конечно конечно вы слышите особенно когда стоите босиком на земле знаете вот просто кто-то встает я почему-то вижу с позицию стоя да не сидите не лежите где-то вот вот именно почему-то мне идет на земле на природе у вас очень связь хорошая землей вот так могу сказать вот эти вот какой-то канал подпитка вас земля питает и семья воспитает да есть люди хочется сказать что ну может быть не у всех но в большей степени людей кто смотрит во вторую позицию у вас есть семьи большие там например там 35 детей да потом про двоюродные братья тети и дяди семьи то есть вот здесь хочется сказать знаете вот как на востоке большие семьи много детей все собираются задним столом то есть вот корень какой то есть вот корень причем все вокруг двух как будто родоначальника да вокруг там бабушки дедушки да вот они как будто бы собирает на какой-то праздник вот очень много людей очень много застолья вот прям причем очень много людей это не посторонние это не друзья а вот просто хочется сказать там знаете вот фотография бывает иногда дата там долгожитель вот у него там внуки правнуки там праправнуки и так далее там вышло в общей сложности там человек 100 до есть одна семья только и там вот вот что-то здесь такое да вот здесь вот какие-то корни даже если вы не 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 общаетесь но вот есть такая вот ветвь прям разветвление корни слышите ли вы свое сердце уже забыла вопрос слышите ли вы свое сердце слышите да конечно вы очень чувствительный очень ранимый человек но здесь выпала карта ничтожность знаете иногда когда вы чувствуете какой-то вот боль тогда вы закрываете свое сердце да вы как-то вот почему-то иногда себя сами раните своими словами будьте внимательны слушать сюда и сердце вас слышит но как будто бы вы иногда сами себя в угол загоняете и не знаю для чего вы это делаете возможно как-то вот нужно вам это давайте посмотрим для чего вы это делаете потому что восьмерка жезлов потому что вот это как-то знаете вы как-то себя оттачиваете через это может быть кто-то знаете специально проходит вот есть коисты например да только это вот коисты на чувствительность что ли как-то вот на эмоциональный фон да вот вы себя придумываете какие-то ситуации для того чтобы прочувствовать вам почему-то кажется что вот в негативном состоянии вы свое сердце лучше слушаете лучше считываете может быть вы общаетесь с людьми такими а здесь вот вот это вот ничтожность либо это вы впадаете иногда в такие состояния когда начинаете вот сами себя доводите а либо знаете вот вашем окружении вы себя ощущаете ничтожность но как-то вот переросшую других сейчас поясню о чем это вот как будто бы знаете вот вы смотрите по сторонам вам кажется что блин ну ничего я не достиг да у меня больше потенциала я могу больше вот его вот это вот ощущение ничтожности с одной стороны с другой стороны такое ощущение что вы уже переросли ну то есть я такой же нищий как все кто меня окружает а я способен на нечто большее то есть вот здесь вот одновременно падание на самое дно она как будто бы мотивирует вас к дальнейшему движению на то есть к росту дальше то есть я вас уже перерос но здесь не гордыня то что вот я перерос свое окружение а здесь вот из-за того что я вижу что я становлюсь таким же ничтожным как вы что я начинаю проживать такой вот нищету такой неинтересную скучную жизнь как люди которые вы это люди которые вас окружают да что ну я уже не хочу ровня это знаете как похоже вот как в американских фильмах есть вот эти вот районы да с с неграми темнокожими которые ну как правило выживают через там продажа наркотиков там убийство и так далее и вот рождается в какой-то такой семье например ребенок которому нравится читать да либо ребенок который хочет заниматься спортом и он понимает что если я не уеду если я не уйду с этого района то моя судьба будет предопределена моим окружением то есть я стану таким же вот фильмы иногда бывают такие вот здесь вот про то же самое то есть вот это вот ощущение себя ничтожным она как будто бы вас мотивирует на то чтобы вы как-то начали двигаться и изменили свою жизнь вот у меня ощущение того что вот это вот сейчас с вами и происходит то что я говорила что вот вы открыли что-то для себя новое может быть как идея что я хочу переехать я хочу что-то другое своей жизни сделать слышите ли вы свое сердце сострадание ну вот как можно сказать что нет конечно слышите если есть сострадание чтобы уметь сострадать другому человеку надо уметь его чувствовать у вас хорошо развита эмпатия причем знаете не только эмпатия у вас есть прекрасный канал и с вашим высшим я когда вы можете считывать информацию вам даются знаки но вот это вот сострадание это вот менее какое-то хочется сказать не то что вы особенный человек а вот здесь вот что-то такое вот у меня просказывает ненормальное в контексте не в негативном вот именно в позитивном да что вот что-то вас отличает в чем-то вот вы не такие как как все как серая масса и это хорошо ну как по мне хотя я не люблю оценивать но вот здесь вот просто по ощущениям что это хорошо что вы не такой как другой человек как другие люди не знаю насколько вам от этого комфортно или нет но вот в этом есть какая-то вот какой-то дар что ли для вас том что вы сострадающие это вот приносит вам какую-то сложность до проблему с друзьями они вас не понимают а либо знаете иногда завидуют завидую того насколько вы ранимый насколько вы чувствительный человек да здесь вот есть люди которые любят классику и вот вы идете там вот я слышу да кто-то на концерт сидит слышит там оперу именно опера не оперетту и вот вас это как-то наполняет воодушевляет но а ваши друзья как-то не могут понять то есть но ничего не понятно да кто-то там чет поет на непонятном языке ну то есть где красота где на то что нужно обращать внимание и иногда вот здесь вот сложности возникает с друзьями да и вот тогда вот вы как раз таки и начинает себя чувствовать ничтожным то есть вот этот вот ваш дар как будто бы до сострадания вот тогда вы начинаете мне то чтобы себя проклинать но в детстве может быть было такое да когда выду да лучше бы я вот не чувствую да лучше бы я не был лучше бы я был такой как все потому что как-то сложно вам здесь трудно дается этот момент и вот вот это вот способность слышать свое сердце но она создает вам какие-то трудности хорошо давайте теперь посмотрим посмотрим последний вопрос что хочет вам сказать сердце а вы не слышите что она хочет вам сказать по верховной жрицы опять таки вот то что первичные карты вытащил да что что-то вот вы открыли но вы открыли для себя по отшельнику и по колесничьему здесь и верховная жрица говорит о том что не нужно бояться а нужно делать то есть у вас уже предостаточно каких-то знаний и нужно научиться нужно не научиться нужно начать это практиковать то есть не бойтесь то есть вы как будто бы не в теории поверите в эту магию а только на практике когда вы начнете это совершать потому что здесь вас страх какой-то действовать а страшно действовать это то что вам говорит сердце да то есть не бойся не бойся действовать почему потому что очень много советчиков вокруг вас и знаете еще здесь опять таки вот прям в контексте кар предыдущих что мы говорили о ничтожестве а вот это вот ваш здесь о каком-то даре идет речь здесь о какой-то способности говорится о том что из-за того что вот не понимает вот это вот вашу способность может быть какой-то вас интерес такой вот знаете необычный я недавно сделаю такой этот отступление скажу она просто в теме смотрела фильм называется палмер речь идет о молодом человеке которого отсидел срок и когда вернулся домой где жила его бабушка потому что родителей не было он познакомился с одним ребенком почему как это подопечным бабушки и ребенок был вероятнее всего ну точно что нельзя сказать такой знаете неординарный в контексте может быть ориентации то есть сто процентов а не показывает на него были у этого ребенка такие знаете оригинальные ну желание то есть ему нравилось играть в куклы ему нравилось например одеваться в всяких фей вот ну то есть и общество конечно же его осуждала за то что вот из него вырастет не традиционные ориентации человек и вот первично этому палмеру молодому парню казалось ну что вот что-то не так с ребенком надо его поставить на путь правильный но в конечном итоге он осознал что вот это ребенок он такой какой он есть и есть там одна такая фраза одна такая сцена она вот очень хорошо вас описывает как раз таки когда этот маленький пацан попросил палмера чтобы он написал письмо на телевидение там и чтобы его приняли этого мальчишку в клуб там какой-то каких-то фей а мультик был этот wings вот и на что палмер первично знаете как-то вот ну как мужик отсидевший в тюрьме среагировала изначально говоря о том что ну ты же понимаешь что это для девочек на что пацан города конечно я понимаю ну а ты же понимаешь что ты мальчик да я понимаю ну и что это тогда означает центр на него посмотрел и таким найти естественным лицом говорит это будет означать что я буду первым мальчиком в клубе девочек то есть такая знаете вот подход и мнение ко всему то есть не было у ребенка вот этого вот не то что непонимание страха а не было вот такого знаете что что в этом есть что-то плохое так вот вот это вот пятерка жезлов этой колоде эпического таро где ну вот есть присутствует этот вот осуждение всех вокруг каждый хочет рекомендовать что-то свое и вот каждый раз когда кто-то во что-то рекомендует касательно вашего дара а у вас есть какой-то ваш дар вас обесценивают то есть ну как будто бы вот то что ты делаешь это вообще не ценно там займись делом либо вот как-то вот ваш проект могут вмешиваться и все такое и вот это вот вам причиняет боль почему то что люди ты не понимает в эту ценность здесь карта вот я вам ее покажу посмотрите девушка держит книгу очень близко к сердцу и вокруг нее вот эти вот фантастические существа каждый как будто что-то хочет не то чтобы отнять эту книгу а порекомендовать на как люди обычно любят диванной критики высказать свою точку зрения где их вообще не просят и когда они высказывают эту свою точку зрения вам становится больно потому что они обесценивают то что цена важно для вас то есть они могут высказывать что-то касательно возможно вашего дара поступка в соответствии с вашим даром что причиняет вам боль так вот что вам хочет сказать ваше сердце иди своим путем доверь вверх себя то есть ты не случайно родился вот таким человеком каким ты родился как вот этот пацан да то есть если ему нравится носить эти девичьи платья хочется просто сейчас матом высказаться нецензурным да типа за забейте там положите и и и живите своей жизнью это ваша жизнь это ну то есть если ему нравится эти ну одевать там я не знаю платье там что еще играть в куклы у него там в фильме была подружка и они вместе как дети в куклы играют девочки там чая чай пить и устраивали все такое то есть если нравится почему кто-то должен быть похож на кого-то другого нравится это это право и ваша жизнь то есть вот ваше сердце про это хочет вам сказать да и только вот то что вы любите если вы будете соответствовать вот именно своему дару и жить в соответствии с ним то что вас наполняет да вот тогда у вас будет налажен очень хорошо контакт с вашим выше я да и ваше сердце оно всегда будет наполнено потому что попадает здесь король кубков я не знаю вы будете всегда наполнены и вы всегда будете вдохновлены вот вам нужно жить соответствии с вашим даром да то есть не обращать внимание на то как вас обесценивают обесценивают причина того что вас обесценивают это просто непонимание и своего рода страх нам страшно и нам чуждо то чего мы не понимаем и когда мы этого не понимаем нам проще это обесценить то есть опустить до нашего уровня до низшего уровня нежели самостоятельно дотягиваться и куда-то идти вверх вот такое вот это вы не слышите вам сердце вам ваше говорит это хочет вам донести до вас была вторая позиция мы с вами переходим к позиции номер 3 2 была такая достаточно быстренькая позиция номер 3 насколько ваше сердце троечки открыто вы знаете здесь вы как будто бы ну как спортзале качаете мышцу надо надо чтобы она была открыта я буду держать здесь какие-то усилия прикладываются не естественным способом происходит какой-то вы знаете насильственный но усилия надо прикладывать вот вы по крайней мере это делаете насколько ваше сердце открыто король пендакли троечки у меня такие приземленные реалисты насколько сердце открыто настолько насколько вы видите ценность в этом так скажу настолько насколько вы видите значимость здесь вот как будто выборочно да когда хочу тогда и открываю перед кем хочу перед тем и открывая а так в принципе но вы не видите ценности в этом да то есть ну намного проще вам когда сердце ваше закрыто когда она открыта она она как будто бы знаете вот у вас крышу сносит и вы начинаете с ума сходить вот здесь почему-то открытое сердце идет ассоциация с эмоциями не знаю почему вот вы как будто вы начинаете эмоционировать очень такой знаете схоже с мужским складом ума то есть все должно быть по факту понятно контролируемо ясно а когда вступают эмоции это сложно ну неуправляемые это приносит вам дискомфорт это выводит вас из вашего равновесия и стабильности уюта комфорта то к чему вы привыкли это очень энергозатратно для вас потому что еще расскажу открытое сердце для вас это не про взаимодействие с миром а это чисто эмоциональный фон насколько ваше сердце открыто пашкубков но не совсем очень малая часть открыта опять-таки причина в паже кубков о чем на вас говорит пашкубков он говорит о том что вы как человек на самом деле очень чувственный вы человек вот смотрите какой парадокс да вы человек который воспринимает этот мир через чувственный какой-то аспекта через состояние через любовь для вас это очень важно по крайней мере такое было в детстве до тех пор пока вас кто-то возможно не ранил да как-то вот не задел и вот вы в какой-то момент если это не в детстве то какой-то момент вы как будто бы утратили вот эту доверие и поняли для себя определили что есть другой способ достижения вообще и проживания в жизни который будет менее энергозатратным здесь вот как будто бы защитный какой-то механизм у вас появился вы очень интересный факт можете лечить сердце другого человека но при этом свое нет вот здесь как будто вы знаете как будто бы ваша открытая какая-то рана вы все время ее охраняете но как будто бы она у вас не заживает и вы вот с этой открытой раны можете лечить любые другие открытые раны людей у них они там проходит а у вас нет не знаю почему я такое говорю здесь как-то так насколько ваше сердце открыто ту спиндакли хочется сказать настолько насколько последний лист упадет с дерева не знаю о чем это но не сейчас давайте так скажем она открыта немножко как я сказала ранее открываете тогда когда вы посчитаете открывается тогда когда нужно возможно это как-то вот для профессии да вот допустим пришел клиент и вам надо с ним провзаимодействовать в глоб открылись там проделали какие-то манипуляции потом глоб закрыли все то есть вот в реальной жизни как будто бы вам не нужно то есть это как вот возможность насколько ваше сердце открыто настолько насколько вы можете получить какие-то блага от этого вот какую-то возможность вы можете это использовать настолько но и открыто потом когда возможность завершается на уходит вы как будто бы свое сердце закрываете это вот механизм защитные защитный какой-то вот механизм знаете вот внешне вы можете казаться еще расскажу здесь больше такие мужские энергии активные проходят такой сильный храбрый мускулистые мускулины ссоре человек я не определяю пол потому что мне не столь важно сколько вот качество но при этом вот где-то очень 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 глубоко вы прям такой чувствительный человек и и это знаете как может выражаться только в вашей чуйки люди вот вообще вот почему-то мне здесь идет какое-то вот криминальное такое взаимодействие знаете это о чем это когда вот вы как будто бы дьявол за еще не выпал еще потому что троих всегда упадает дьявол когда-то будто бы вот сухой выходите из воды и вам вот этот вот пашку в этом помогает на в работе вашей чуйки вот вы всегда выходите знаете вот это может быть даже если это не криминал потому что он просто показали такую криминальную ситуацию когда ну вот прям всех поймали а вы как будто бы ну сухим вышли из воды просто вовремя почуяли что нужно уйти до либо вовремя что-то сделали а если это все таки не связано с криминалом знаете вашей жизни это может выражаться так что вот вовремя я не села в тот самолет который там например упал либо машина которая разбилась вы знаете вы как-то вот вовремя в последний момент вы либо впрыгиваете в последний вагон либо соскакиваете с последнего вагона и то и другое для вас вот принципиально прям очень важно ну то есть это в во благо вам в пользу как-то потом приходит и то и другое хорошо следующий вопрос насколько слышу я свое сердце выпала карта ревности насколько вы можете слышать свое сердце конечно слышите если есть ревность значит уже есть какие-то чувства до просто недавно слушала курпата в акаде он привязываю и так чисто биологическому такому проявлению что ревность у мужчин и к женщине проявляется тогда когда он не хочет чтобы чужой генеалогический материал родился через его самку да то есть вот ревность это как некая такая конкуренция да то есть продолжение рода должно быть только моего и любой другой человек который появится оппонент на моем фоне он просто будет продолжение его так скажем до материала генетического а не моего вот просто еще другое вспомнила что нельзя произносить ладно насколько насколько слышу я свое сердце насколько вы слышите сотрудничество но когда вот знаете вот вы как будто бы свое сердце слышите не тогда когда вы наедине а тогда когда вот вы каким-то образом взаимодействуете с другими людьми либо когда вы находитесь в партнерстве то что смотрите ревность это партнерство да например там мужчины женщины на сотрудничество это когда там трое-четверо людей ты не знаю в бизнесе собираются до люди как-то вот во имя какой-то одной общей идеи то есть при взаимодействии с другими людьми вы как-то чувствуете на ощущение того что вот для других вы да ну то есть открыто у вас и интуиции чувствования а вот себя как будто бы нет это знаете это вот как эти предсказатели других могу предсказать а себя нет не знаю чем так сказать но у меня по крайней мере тогда то есть про будущее других могу сказать про свое нет никак не могу просмотреть а точно так же или допустим сделать расклад для другого да для себя нет хорошо еще раз слышите ли вы свое сердце а вот теперь вышел аркан медитации ну наверное только тогда когда вы либо научитесь либо ну овладеете прям очень хорошо медитации кстати вот касательно медитации мой новый курс там где мы интерпретируем трактат гермеса трех величайшего да вот там как раз таки идет полное пояснение о душе и но очень глубокий такой философский трактат который я перевожу с древнегреческого на русский язык если кто еще не приобрел по ссылке мои услуги в описании к этому ролику вы можете прочитать очень очень глубокий такой курс и мне жалко что как-то мало интереса к этому курсу ну ладно в медитации только тогда когда вы умеете погружаться ну то есть действительно практиковать медитацию это не про расслабление это не про состояние внутренней тишины там как еще кто называет остановка внутреннего диалога и так далее нет медитация это проживание мистического опыта на самом деле и медитацию не практикует упражнение которые помогают входить медитацию да это практики сам сама медитация как таковая это проживание мистического опыта его не практикует вот хорошо слышали я его я вам сказала давайте теперь посмотрим что вам хочет сказать ваше сердце а вы не слышите вот я хочу вот раскрыть карту ревности да к чему вы так ревнивы здесь вообще не про человека к чему вы так ревностно а я поняла ревностно к тем людям которые позволяют себе быть эмоциональными на которые вы как-то справляются с этими эмоциями которые как-то знаете могут открыто высказывать свои желания то что они хотят так люди которые могут открыто менять свои например мнение сегодня я тебя люблю завтра не люблю сегодня я хочу завтра я не хочу что-то такое вот здесь вот как-то ревностное отношение по отношению к другим людям которые себе разрешают а я как будто бы не да то есть вот я как будто бы такой вот правильный человек а хочется какой-то в кавычках порочности да то есть все дозволенности вот про это скорее всего что вам хочет сказать ваше сердце а вы не слышите ну во первых сердце вам хочется сказать что не все что блестит это золото один момент второй касательно вашей красоты касательно вашего внутреннего мира здесь такое ощущение у меня что опять таки дьявол не выходит но вот он фонит о том что у вас по жизни есть такая модель идеализации других людей да то есть вы вот как будто бы делаете перенос своих проекций идеализации партнеров либо ситуации на другого человека а эти люди таковыми не являются и вот здесь вот как будто бы этот это для вас важно да то есть окружать себя красотой потому что она есть внутри вас вы ее как-то не проявляйте то здесь ваше сердце хочется вам сказать обратите внимание на свой внутренний мир на как на на то какая какой он у тебя красивый то есть вот вы как будто бы знаете заземляется очень резко какими-то рамками ограничениями то есть ну я не знаю элементарно хочется как-то вот девушки да хочется один такой вот платьица легкая может быть шифон может быть ну вот что-то такое вот прям очень ну вот нет мы из нависки не похожи такого вот прозрачная да легкая такое белое что-то там как крапинки в крапинку в точку не могу понять и причем юбка складку плиссе это по-русски либо гречески но в общем не суть да за складку такая вот какая-то юбочка очень легкое такое платье с рукавами прозрачными такими да ни к чему я к тому что хочется одеть вот что-то такое знаете изысканное легкое что-то такое что вот прям подчеркивала бы вашу женственность потому что здесь все-таки мужские энергии да здесь образ стиль одежды и там я не знаю может быть спортивная одежда какая-то потому что в ней удобно кроссы и там форма и так далее либо просто вот брюки но в общем мужской стиль одежды а хочется что-то легкого легкого и ты понимаешь блин ну вот как я пойду допустим на работу да там на работе на так сидеть а вот в платье неудобно непрактично или например там зимой да как я одену эти капроновые колготки зайду в автобусе прям я не знаю там зацепит там порвутся или еще что то что то вот такое то есть не практично хочется вам одного а поступать как-то вот заземляете более практично то есть так практичнее например то меньше на хочется ну как-то порадовать своего допустим партнера здесь красивое нижнее белье но ты понимаешь что блин учет холодно пятая . замерзнет не лучше я одену труселя из там я не знаю как этот из хлопка да то есть такое практичное ну а вот кружевая все такое это вот на какой-то вот особый день здесь что то вот такое то есть вам сердце говорит что во первых ну не идеализируйте во вторых они не надо видеть то есть понимаете вы либо как-то вот крайности уходите либо одно либо другое сердце вам показывает что вот не вот в этой чувствительности не вот в этой заземленности материальности комфорта как говорится нету истины истина она присуща всегда в золотой середине на то есть внутри вас вот есть это вся красота вот вам прямо необходимо я не знаю может быть кому-то ну просто необходимо походить красивые места посмотреть красивые фильмы с актерами посмотрите на музее сходи какие-то археологические места путешествия экскурсии куда-то сходить там где есть красивые места потому что прямо красоту требует ваша душа либо эту красоту создать что она вам горит а вы не слышите о том что знаете вот у вас как будто бы уроки такие вы сначала теряете а потом начинаете ценить вот вас как будто бы сердце говорит цени пока это есть они тогда когда ты это потеряешь да здесь какие-то вот изменения необходимы да по фениксу сфер здесь вот вам прям реально необходимы какие-то перемены начать эти перемены себя то есть вам хочется огонька у вас очень много земли которая вас вас как-то отяжеляет но тройки у меня всегда огненные в принципе были хотя здесь королева пендакли получается все равно огня вам не хватает пускай это пендакли все равно вам огня не хватает здесь как будто бы знаете надо вам понять свою собственную ценность собственную ценность начать ценить как-то вот посмотреть на себя по-другому здесь возможно жизнь была такая когда вам приходилось быть больше мужчиной нежели женщиной ну я имею в контексте ответственности на себе семью тащите где-то уже махнули на себя как-то рукой а вот видимо ваше сердечко хочет что-то такого вот знаете нежного такого ранимого смотрела прям до расклада интервью с ринаты литвиновой и вот действительно вот эти вот некий такой вот эталон женственности что ли в манерах в поведении в движении вот такая знаете вот и и сложно описать для меня она какая такая холодная звезда и в то же время сказать что вот отталкивающие нет но нет что-то такое есть да как снежная королева но при этом очень очень манкая может быть сексуальная вот здесь вот что-то такое у вас тоже прослеживается почему-то вы вынуждены быть больше мужских таких качествах активных но внутри вот это вот ощущение это если девушка а если вы мужчиной смотрите да эту позицию то здесь ощущение того что есть какая-то часть вас которая хочет вот знаете как-то воодушевление то есть вот допустим если вы скульптор мужчина и вы скульптор то вот здесь вот это вот состояние какой-то вот музы что ли вам не хватает внутренние музы до воодушевление как-то вот творить вот здесь вот про творчество все музыку возможно творить причем не важно какой стиль красота она есть то есть гениальный человек независимо какой сферы он везде будет гениальный вот вам вот как будто бы не хватает проявления этой гениальности она есть внутри вас но вот сейчас пока я говорила запись прервалась почему сердце я говорила на мужчинах да гениальность о том что человек который гениальный он может быть гениальным во всем вот вам не хватает как раз ки проявления этой гениальности но давайте все равно еще задам один вопрос карт нет него вот это возможно эту колоду и мы вас смотрим блин что же еще хочет вам сказать ваше сердце а вы этого не слышите смотрите здесь такая интересная карта шестерка кубков то есть внизу до стоит пары и перетягивает это кубок и на себя а сверху вот здесь вода тоже пара только они находятся в гармонии то есть ваше сердце хочет сказать что не нужно да то есть на тонком плане на тонком плане как будто бы присутствует какая какое-то вот единство материальном как будто бы идет какая-то борьба вот ощущение того что вы не можете примирить примирить себя то есть знаете вот внутри себя вы возможно и ощущаете да и сердце ощущаете понимаете и чувственные и ранимые эмоции вам нравится возможно проживать какой-то момент но вот потом когда надо взаимодействовать в реальном мире вы как будто бы одеваете маску другого человека ведете себя абсолютно иначе а как хочется как надо было а надо было вот посмотрите вот как солнце надо светить да надо вот все свои вот эти вот теплые качества да как солнце здесь вот прям золотом золото как этот статуэтка оскара будьте оскаром да то есть светите светите вот все что есть внутри вас до освещаете проясняйте какие-то вещи то есть ну вот освещайте красоту хочется так сказать знаете может где-то кому-то в каком памяти надо вот прям указывать показывать может здесь кто-то гидом работает по музеям да может быть проводят может быть кто-то подумывает стать то есть вот как будто бы надо встать проводником мир красоты вот сейчас вот вашей душе это прям жизненно необходимо нужно убрать вот это вот какую-то борьбу перетягивание одеяла на себя то есть окружить себя как раз таки ясными вещами понятными простыми доступными теплыми вот прям теплоты не хватает чтобы согревалась какой-то знаете вот радости открытости искренности вот этого всего не хватает вашему сердцу значит окружите себя этим примерно это хотелось сказать вам ваше сердце третья позиция я благодарю вас за внимание благодарю вас за ваши лайки дизлайки с ваши комментарии можете оставлять темы к новым раскладам потому что по моему осталось два из тех что предлагалось пишите просто имейте ввиду что идеи для тем которые вы предлагаете они должны быть интересны многим они должны быть интересны только вам я понимаю что весь мир крутится вокруг каждого из нас но все-таки если вещать на большую аудиторию да и записывать общие расклады хочется чтобы они были но интересные ну как минимум я не знаю там 100 200 человек а не только одному потому что я иногда получаю такие знаете заявки на рассказ который вот прям очень-очень личные не в контексте взаимоотношения вот прям ситуация просто там я не знаю как разрешится этот конфликт либо еще что-то но не знаете у меня все время такое может быть отношение к таро что я его не боготворю но когда у тебя в руках есть я не знаю условно говоря дрель смысл тяжелой дрелью забивать гвозди для этого есть молоток но таро для меня примерно то же самое то есть ну ссыл использовать на что-то такое достаточно простой доступное когда вот если вы просто сами себе уделите время немножко разберетесь и поймете себя вы сможете найти самостоятельный ответ на эти вопросы мое понимание знаете вот таро это больше для таких более глубоких пониманий себя да когда ты не можешь разобраться когда наступаешь на дни и те же грабли не понимаешь то есть ну что не так да и это проработала это право что не так то есть это такие ответы которые вы знаете когда вы хотите пойти с какой-то ситуации вот только психологу да и разобраться покопаться вот мне кажется таро в этом плане по крайней мере в моей интерпретации она была бы более ну эффективным нежели какие-то вот такие более практичные вопросы но это мое субъективное мнение и поскольку мне делать эти расклады и я поэтому очень фильтрую иногда тема которую вы предлагаете я понимаю что опять таки его хотят ну хотели бы увидеть многие но мне мне самой не интересно да мне скучно потому что мой настроен тоже имеет какое-то прямое отношение скорее всего к раскладывать мне трактовать интерпретировать карты поэтому но если мне самой тема не интересно опять таки я такие темы тоже отбрасываю поэтому я не могу вас как-то направить и сказать что вот вот это вот задавайте это нет ну просто учтите вот эти вот факторы чтобы тема тоже была интересная вот вот это вот я хотела сказать я с вами прощаюсь пока пока